Музыка Васильевна, специалист по социальной работе отделения дневного пребывания. Сегодня мы с вами будем заниматься живописи по манной крупе. В качестве сюжета мы выбрали сельский пейзаж. Картинку мы подобрали заранее, перевели ее через копировальную бумагу и тщательно закрепили ватман формата А4 на планшете бумажным скотчем. Почему нужно закрепить лист тщательно? Для того, чтобы избежать деформации листа при работе с клеем и водой. Наша работа будет состоять из двух этапов. Первый этап, это нам нужно сейчас с вами на пейзаж приклеить манку. А манку мы будем клеить не везде. Вот давайте сейчас маленький кусочек мы с вами попробуем. Вот я наношу клей ПВА. После этого я беру из вот этой мисочки манную крупу и просто ее вот так насыпаю. Значит, остатки, которые у нас стряхиваю, на... Вот, посмотрите. Первый кусочек у нас готов. А дальше мы с вами приклеиваем остальные части. Вот так можно вот живенько, дальше деревья все. А почему нужно взять клеить с носиком? Потому что носиком можно рисовать вместо кисточки. То есть исключить кисточку и рисовать носиком. Можно делать частями, рассыпать манку, можно ее сыпать, не убирать ее. Но лучше убирать, так как вы видите, что у вас приклеилось, что у вас не приклеилось. Вот, посмотрите. У нас приклеивается обычно манка, которую мы посыпали. Всю лишнюю манку мы стряхиваем. Приклеили всю манку. И теперь можем приступать ко второму этапу. После того, как наша манка высохла окончательно, мы с вами попробуем в качестве образца луну. Так, смотрите, как правильно нужно раскрашивать манку. Значит, вы нужную консистенцию разводите в палитре. И после этого просто кисточку подносите к манке. Значит, посмотрите, манка должна впитывать. Используем технику а-ля-прима. Пишу сразу. Почему? Потому что если вы сейчас второй раз начнете работать с манкой сырой, она может просто отклеиться. Как мы с вами работаем над пейзажем, то у каждого пейзажа есть три плана. Значит, передний план, средний план, дальний план. Что касается... Нам нужно будет с вами поговорить о том, какое пятно будет самое светлое и самое темное. Поскольку мы с вами работаем акварельными красками, то начинать мы с вами будем со светлых мест. Светлые пятна. Светлой у нас в данном случае является небо. Поэтому, значит, начинать будем с неба. Обратите внимание, что здесь манка создает дополнительную фактуру. И для того, чтобы убедиться, как меняется цвет, один и тот же цвет, на гладкой поверхности нашего пейзажа и фактуры манки, мы с вами сейчас как раз попробуем взять один цвет и попробуем покрасить, например, облако и часть, и кусочек неба. Посмотрите, одна и та же краска. Как она выглядит на гладкой поверхности. И как она выглядит на манной фактурной полоске. Ну, явно видно, что она темнее. И уже совершенно другая, более насыщенная по цвету. От больших локальных пятен мы перешли... Вот у нас большие пятна неба. Среднего плана деревьев дороги. Мы перешли к деталям. Деталями здесь у нас являются стволы деревьев, сам забор и вот кусты на переднем плане. Вот что у нас в конечном итоге получилось. Живопись по манной группе легко выполнима, не требует материальных затрат. Всем, кто захочет в ней поработать, желаю удачи.